Уважаемые россияне, добрый вечер. В студии с обзором событий минувшей недели. Сами видите кто. В последнее время меня обвиняют в давлении на средства массовой информации. Но я, понимаешь, не давлю. Я просто пытаюсь объяснить, как я, так сказать, ну, вижу телевидение. В сложных условиях перемен прессы и сама нуждается, так сказать, поддержка. Вот почему, несмотря на крайнюю занятость, я, ну, и другие руководители там вынуждены принять личное участие в создании передачи. Итак, репортаж из Чечни. Мы с вами в самом центре Грозного. Мирное небо, никакой канонады, никаких пожаров. Кстати, наш директор ФСК, сам бывший пожарный, и он бы, конечно, ничего такого не допустил бы. Ну, как вам тут? Что? Просто нет слов. Как вас кормят? Нас кормят хорошо. Что? Я говорю, кормят отлично. Да не только первого, второго, третьего, но и четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого. Да, точно. А то некоторые говорят, что у солдат пустые котелки. Ну что, у солдат такие отцы командиры, они скорее свое отдадут, а солдат накормят. Так что, если у кого и есть пустые котелки, то это вот у генерала. То есть, я хотел сказать, но вы, вы не волнуйтесь, все вас прекрасно поняли. Вот здесь находится мозг всех операций в Чечне. А, скажите, почему вы не перестали бомбить после президентского указа? Так мы с 23-го числа и не бомбили. С 24-го бомбили, с 23-го не бомбили. Ну, а какая задача сейчас стоит перед вами? Выдрузить флаг над Вихстагом. На так называемом президентским дворцом. И у нас для этого все есть. Флаг. Егоров. Сейчас ищем кондарий. Колодильник, видеомагнитопон, автомобиль и все это от Дота Хлеб. Из хлебного мякиша, как настоящие. Предлагаю вам суперигру. Согласен. Итак, вы согласились на суперигру. Скажите несколько слов о себе, где вы работаете. Я в доме заседаю. Итак, вы нигде не работаете. Суперигра. Внимание. Тишина в студии. Слово из трех букв. Часть тела. Тишина в студии. Вы можете назвать слово целиком? Нет. Итак, часть тела. Вы, видно, ею давно не пользовались. Хорошо. Я разрешаю вам назвать несколько букв. Х. Еще. Есть какие буквы в этом слове? Попробуйте назвать все слово целиком. Ну. Не скажу. Жаль, вы были так близко к победе. Я ведь подсказывал. Часть тела, которой вы давно не пользовались, это ухо. Вы же никого не слушаете. А я думал... Нет. Рекламная пауза. Я где-то испачкал мундир. А пятна не отстирываются. Попробуйте тайт. Попробовал. Каких только экзотических животных не держат сегодня люди в своих квартирах. И крокодилов, и обезьян, и даже страшную рыбу-пиранью. А здесь живет совершенно незнакомое, но абсолютно ручное существо. Это кто? От черта узнает. Вот прибился. Сейчас, знаете, кого только не привозит. Потом, наверное, надоел. Выбросили. Он ведь давно за мной бегал, но в руки не шел. Не шел? Не шел. Бывало, дашь ему что-нибудь. Ну, жалко животину. Отворачивается. А то и за руку норовит тяпнуть. Ну, думаю, черт с тобой. А тут в декабре. Дверь открываю, смотрю, сам пришел. Сидит, скулит. Видно, замерз. Поначалу, наверное, много хлопот было. Ну, гадил там. Нет, вот знаете, почти нет. Они, видно, от природы не глупые. Ну, все-таки кто он? Попороть-то так и не знаете? Нет. Посмотрел всего Брэма, Акимушкина ничего. Кто-то похожий по поведению описывает Ганнушкин и Касенко, но так в общих чертах. А я смотрю, он вообще добрый. Нет, с вами. Чем-то вы ему понравились. А вот скажите ему, Явлинский. Явлинский. Фу! Фу! Или там Гайдар. Где Гайдар рычи? Соображай. Вы не поверите. Сейчас он, конечно, не будет возбужден, но вообще он лапу дает. Ну, что вы говорите? Да. Я думаю, если с ним как следует заняться, можно научить служить. Или там, как в цирке, на одноколесном велосипеде ездить. А, спит он где? Да здесь же и спит, на коврике. Он раньше все к нам в постель лез. Пришлось отучить. Все-таки блоки, знаете. Ну, а кормите, конечно, педи Гриппа. Нет, вы знаете, нет. Что-то у него, это педи, не пошло. Вообще он больше человеческую пищу любит. А тут, знаете, думал, никто не видит. Лапой открыл холодильник. И как пошел наворачивать рыбу в пищу. Правильно говорю? Прямо как человек. Только что не говорит. Умный, конечно. Где Гайдар? А что это вообще ему Гайдар, Гайдар? Это кто Гайдар? Ну, это другой. Я ж тут бои держал. Но тот, правда, другой породы. Демократ. Есть. Будь здоров. Сначала, понимаешь, все было нормально. Потом, может, созревание началось. Стал кусаться, потом убежал. Искать не пробовали? Зачем? Куда он денется? Сам прибежит. А сейчас фрагмент из моего любимого художественного фильма. Чёрный буряк. Чёрный буряк. Я не твой. Чё это ты про Чёрный ворон поёшь, Василий Иванович? Думаешь, посадить нас? Не спишь? Уснёшь тут. Совесть мучает. Да и атака завтра какая-то психическая. Спи. Вот, селёнок у нас маловато. Гляжу я на тебя, Василий Иванович, и думаю. Непонятный ты для моего разума человек. Василий Иванович, а ты в мировом масштабе мог бы командовать? Ты войсками НАТО, что ли? Ну? Да мог бы, Петь, мог. А армией? Ну, можно и армией. А дивизией? Да мог бы и дивизией. А полком? Да мог бы, Петь, мог. Ну, а взводом? Ну, если бы малость получиться, смог бы. Взводом смог бы. Так вот и командовал бы. Да спи ты, чёртова болячка. Ранен. Убить, Василий Иванович. Твой дурак. Ты есть русский мужик. Боец федеральной армии. И подставлять свою голову не имеешь права. Вот, гляди. Противник открыл ураганный огонь. Вот тут у него 10 пулемётов. Вот так. Вот тут два. Где должен быть командир? Дома. Дома должен быть командир. Потому как с таким командиром всем крышка может уйти. Ну, вот, примерно в таком плане и должны быть, понимаешь, телевизионные передачи. И это всё на сегодня.